Дыхание мира. Вдох и выдох. Потребление и отдача. Монолит ртути рассыпается от сотрясения посуды, преображаясь во множество мелких, но совершенно подобных частиц. Ударясь друг от друга этой частицы, снова сплотившись, образуют тот же монолит. Вдох и выдох. Накопление и распад. Объединение и разделение. Потребление и отдача. Абсолютно все процессы в мире происходят в этой последовательности проявлений. Вдох-выдох. Полнота-пустота. Накопление сил из-за теми их угасания? Трансформация, дыхание мира, вечность. Значит, и полнота, и пустота закономерны и переменны? Так и да, мой друг. Полный начинает отдавать от себя, а пустой вынужден впитывать в себя. Два направления течения силы. В себя и от себя. Потенциальная и кинетическая энергия. По всем своим функциям, каждый из нас находится в одном из этих состояний. Либо впитывает силу в данный момент проживания, либо ее источает, отдает. Дед, а берущий силу – это вампир? Я бы попросил тебя реже пользоваться этим словом, ибо оно несет в себе содержание насильственной природы. Это можно сказать просто «берущий силу» или «впитывающий силу». В любом случае, это следствие скопления во времени отрицательных энергий. Кто-то ведь из нас в данный момент пребывает в стадии наполненности и готов отдавать лишний. А кто-то из нас в данный момент находится в стадии опустошения и потому ищет того, от кого можно наполниться. Не стоит отрицать факт. Есть два направления сил – от себя и внутрь себя. Это ты должен знать. И где бы ты ни находился, а в любом случае ты здесь и сейчас, ты существуешь и имеешь на это полное право. Почему я против таких слов, как «вампир»? Все по той же причине пространственно-временных связей. Наш мозг связан с ноосферой. И когда мы произносим слово «вампир», то автоматически точкой сборки сознания переносимся в те далекие времена, когда некоторых людей называли вампирами и насильственно, жестоко с ними расправлялись. Поэтому лучше вместо средневековых обогренных кровью и ненавистью понятий пользоваться простыми и незапятнанными – вдох и выдох. Так будет и разумнее, и гуманнее. Повторяю, есть два направления течения сил – от себя и внутрь себя. Солнце, дающее свет от себя, и луна, впитывающая свет в себя. Звезда в космосе – сияющая, отдающая, и черная дыра – поглотитель миров. Вдох – как потребление духа жизни, а выдох – как освобождение духа тела. К чему все это? Мораль сей басни такова. Человек не может только вдыхать и не выдыхать. Не может он также только выдыхать и не вдыхать. А потому и слабые, которые нуждаются в поддержке, и сильные, которые ведут себя нахраписто, а то и, как нам кажется нагло, одинаково важны для жизни. Как вдох и выдох. А потому, думаю про себя, стоит ли кого-либо или в чем-либо упрекать, критиковать. По молодости незнанию – да. Десятки лет я упрекал и критиковал. Немудро – да. Но, как понимаю сейчас, «Сэ ля ви» – такова жизнь всему свое время.